День с толком Здравствуйте! Смотрите выпуски. Приговор вступил в силу. Убийцам Седова оставили без изменений сроки заключений. Полицейские смогут применять электрошокер, но только для самозащиты. Какие еще новости ждать с марта? Удобно танковый шлем носить? Он, конечно, чуть-чуть тяжелый, но нормально, удобно. В принципе. Примерить шлем, рассмотреть танк, русский, немецкий, английский, чешский. В одной из школ открылся военный музей в миниатюре. Итак, апелляционный суд оставил без изменений меру наказания убийц Михаила Седова. Это значит, приговор присяжных вступил в силу. Ранее суд приговорил Михаила Поспелова к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Евгения Кочергина к 16 годам. Напомним, их обвинили в организации похищения Михаила Седова с территории гаражного кооператива, а затем убийстве в октябре 2018. Это стало одним из резонансных преступлений в истории Бурнаула. Суд присяжных признал вину мужчин, но их представители не согласились с вердиктом, подали апелляцию, но высшая инстанция оставила приговор в силе. Вода и отопление в Зминогорске есть. Аварию на центральном водоводе коммунальщикам удалось устранить в середине дня в субботу. Основная сложность заключалась в том, что до места ремонта нелегко было добраться. Эпицентр аварии находился в трех километрах от города и ехать пришлось на снегоходах. Как сообщили нам корреспонденты местной газеты, вода и отопление в домах жителей Зминогорска появились в субботу вечером. Коммунальщики, по их словам, сработали оперативно. Воды нет, жалобы были, но скажем такие, что мы готовы, терпим, ну надо, суббота стираться надо. Поэтому основные стирки вчера уже были у людей. Но судя по соцсетям, на отсутствие тепла тем более никто не жаловался, потому что была прессовая температура на улице уже где-то плюс 4, плюс 5. Выезжать на лед опасно, предупреждают жители края сотрудники МЧС. В Шилоболихинском районе они провели очередной этап акции «Безопасный лед». Лед с каждым днем становится все тоньше и тоньше, и выход на лед тоже становится опаснее. Если произойдет провал на лед, значит, естественно, вас кто-то будет спасать, и вы можете погубить и свою жизнь, и жизнь окружающих. Спасатели раздали рыбакам памятки с данными о правилах поведения на воде в это время года и задержали человека, который передвигался по льду на снегоходе вне ледовой переправы. На нарушителя составили административный протокол. Кстати, за выезд на лед в неположенном месте грозит штраф от 100 до 1000 рублей. А еще подобные нарушения могут привести к несчастным случаям. Напомним, в Каменском районе продолжаются поиски рыбаков, которые на снегоходе в темное время суток передвигались по одной из проток Аби. С 1 марта в Россию можно ввозить лекарства, не зарегистрированные в стране. Это касается препаратов, без которых не могут жить люди с тяжелыми заболеваниями. Правила действуют в отношении конкретных пациентов и заболеваний в случае, если зарегистрированные лекарства неэффективны. Какие еще законы вступили в действие с марта, расскажем далее. Теперь всю обувь, которую продают в стране, необходимо маркировать. Электронный чип должен быть либо на упаковке, либо на самой обуви. Сфотографировав марку на смартфон, на специальном сайте покупатель может получить всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный. Сотрудники транспортной полиции с 1 марта смогут использовать электрошокеры и искровые разрядники. Многие эксперты уверены, что этот закон был необходим, ведь правоохранители боятся лишний раз применять оружие даже для самозащиты. Бить током запрещено инвалидов, беременных женщин и малолетних, правда, если они не оказывают вооруженного сопротивления. С начала марта вознаграждение адвоката будет зависеть от его успешного выступления в суде. При этом премия не будет начисляться за выигрыш в уголовном или административном процессах, а лишь в гражданских делах. Таким образом, адвокаты не будут дополнительно заинтересованы в оправдательных приговорах. С 1 марта начал действовать специальный ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Автомобили, мотоциклы и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовики и автобусы, не предназначенные для коммерческих перевозок, от 50 лет и старше, должны будут проходить техосмотр. С 27 марта банки должны в обязательном порядке уведомлять своих клиентов о приостановлении работы или блокировке их электронных кошельков. Телефонный звонок или СМС-сообщение с объяснением причин должны поступить от банка в день блокировки. Татьяна Голубева, день с толком. В Барнаульской школе номер 106 открылся танковый музей. Его экспонатами выступают уменьшенные модели танков и другой тяжелой техники разных стран и эпох. Как игрушки помогают школьникам узнавать новое о Великой войне, расскажет Илья Кочетков. Танки Первой мировой, неповоротливые и слабые танки Второй мировой, грозные, стремительные и непробиваемые танки и пусковые установки современные, сложные, будто космические корабли. Русские, немецкие, английские, чешские. Больше столетия развития тяжелой военной техники. И, конечно, истории и детские, и взрослые. Мы рассказываем здесь историю одной маленькой девочки, шестилетней, которая копила деньги на куклу, а в итоге, бросив призыв свой на всю страну, звали ее Ада Занегина, она купила, в кавычках, конечно, этот танк. Вот именно такой танк. И назвала его, но здесь не показано, конечно, на башне было написано «малютка». Так она предложила его назвать. Всего 19 женщин-танкистов воевало во время Великой Отечественной войны. Одна из них, вот Ольга Дмитриевна Сотникова, родом с Алтая, точнее, из Горно-Алтайска. Она была командиром вот такой вот громадины мощнейшего танка ИС-2. Организаторы, а их трое, любители истории и ученые, называют выставку «маленькая кубинка» по аналогии со знаменитым танковым музеем. Вот только эта передвижная, она уже второй год путешествует по школам Барнаула. Модели сборные из готовых деталей, но выполнены максимально точно, разве что не стреляют. По правилам выставки брать в руки экспонаты нельзя, но организаторы понимают, это же дети. Удобно-то танковый шлем-то носить? Ну, он, конечно, чуть-чуть тяжелый, но нормально, удобно, в принципе. Педагоги школы говорят, выставка, размещенная в школьной библиотеке, среди школьников очень популярна. Мол, на обычных уроках детей история родной страны заинтересовать сложно, а тут сами тянутся к знаниям. «Они мерили шлемы, приносили свои модели таких же танков. Кого-то это спад подвигло заняться моделированием. Но чаще всего ребятки приходят, спрашивают у нас, вот у нас здесь вот раздел энциклопедии, о танках, о танкистах и просят к ней о Великой Отечественной войне». Формально выставка приурочена к 75-летию Великой Победы, но продолжится, скорее всего, пока не побывает во всех школах города, где ее захотят видеть. Мы спросили, не боятся ли организаторы, что кто-то прикарманит компактные модельки. Оказалось, за два года был всего один случай, и то мини-танк скоро вернули. Основная масса ребят относится к экспонатам с трепетом. Как-никак, это их история. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.